Работникам московского агрохолдинга пришлось столкнуться с крайне необычным циркуляром. Руководство компании порекомендовало им определенный вид одежды. Сделано это, как сказано, в документе с целью поддержания православных и патриотических традиций. Приходится теперь менять деловые костюмы, галстуки, на кафтаны и косоворотки. Алексей Николаев оценил дресс-код «Аля Рюс». В этот столичный офис в центре Москвы теперь пускают по одежке. Это нынче корпоративный стиль такой, облачаться во все русское. Правила носили рекомендательный характер, но Максим воспринял призыв буквально. Сначала косоворотку примерил, а затем и вовсе бороду опустил. Но чем не вызов современной моде? Особенно меня сейчас восхищает Москва особая мужская мода, которая, наверное, раньше в Москве лет 10 назад невозможна была. Такие вот подштанники, напоминающие трусики у мужчин. Вот, довольно-таки смешно выглядит. Коммерческий директор главной пижон компании вышел рассказать о новшестве. Джинсы на работе не носить, брюки строгие и рубашка, чтобы с воротником стоячим. Такие, например, излишества, как галстук, который был придуман американцами и напоминающий удавку. В русском стиле не прижился, даже после революции. Поэтому вот примерно отсутствие ворота, карманы. В принципе, классическая рубашка. Для женщины вовсе наступили трудные времена. Платья и сарафаны должны быть с национальным орнаментом. А туфли на каблуках больше 5 сантиметров, юбки выше колена, глубокие декольте и массивные украшения лучше оставить дома. Есть люди, которые, скажем, сделали выбор, ну, не такой, как корпоративный стиль. Есть такие? Есть такие. Они вполне комфортно себя чувствуют, продолжают работать. Никто их не увольняет? Никто не увольняет. Модный кодекс в русском стиле, уверены, автор обязательно приживется. Вот и Олимпийская сборная России примерила на себе национальные узоры. А в руках умелого дизайнера даже старые треники превратились в модные спортивные штаны. Да, с тормозами, вот с этой штукой. Платья и лосины, расписанные под красно-золотую хохламу, очки из 60-х или купальник, раскрашенный в русском народном стиле. Модельер Денис Симачев признается, что скорее распространяет моду на русских во внешнем мире, чем патриотизм внутри нации. И главное здесь не переборщить. С огромным количеством людей, с разным менталитетом, социальным статусом и так далее, загнать всех под одни рамки, пускай даже под такие красочные и вроде бы понятные под русские мотивы, но я не понимаю пока что. Пожалуй, самый стереотипный российский дресс-код придумали в Голливуде. За железным занавесом живут мрачные, одинаково и плохо одетые люди. И даже когда занавес пал, мало что изменилось. Примеры национальной моды в некоторых странах уже есть. Другое дело, как к этому относятся сами люди. Ксения Журавлева, солист к ансамбле «Березка», выступает в русском национальном костюме уже 15 лет, но в обычной жизни все же предпочитает другую одежду. Мне хватает этого на работе вполне. И потом я как-то считаю, что красивее костюмов, чем у нас уже быть не может, и как-то вот нету личной жизни, нету. Я не знаю, что я к этому отношусь негативно. Конечно, мне это очень нравится, и когда я там на улице вижу женщин, девушек, у которых что-то есть, вот длинные юбки, там какие-то кружевы, да, какие-то вот бусы. Этот народный танец можно смело назвать патриотическим. Русским нынче быть модно, но одной одежды явно недостаточно. Вот и в этой компании только дресс-кодом решили не ограничиваться. На очереди уроки языка и этики. Алексей Николаев, Светлана Кузьмина, Владимир Шагапов и Евгений Стриха. Пятый канал Москва.